всем привет вы на канале цветоводы всех стран объединяйтесь меня зовут июля и сегодня я начинаю цикл видео тур по моей даче снимаю это я ведь эти видео я по просьбе моей подруги по ютубу мариночка привет тебе и конечно я хотела изначально снять одно такое целиковое видео вот чтобы от входа и показать вам всю дачу но это получается колоссально длинное видео поэтому решила я что буду снимать по зонам и сегодня фильм первый входная зона вот вы сейчас видите прямо передо мной это калиточка на наш участок я сижу на крылечке дома и вот что я вижу сидя на крыльце своего дома ну вот это то ли кустик то ли дерево это не что иное как орех манджурский дали мне его в спичечном коробке проклюнувшийся такой росточек вот и уже четыре года он со мной регулярно верхушка у него обмерзает и но он быстро восстанавливается и начинает давать боковые побеги поэтому это теперь не дерево уже такой кустик вот буду я его формировать это должно быть огромное дерево но вот еще раз повторюсь не переживает наших возвратных заморозков и вот в этом году у него молоденькие листики все обмерзли в мае он стоял у меня такой высенький высенький но потом вот так быстро восстановился теперь такая прямо пальмочка вот еще хочу вам показать березу который растет на соседнем участке честно говоря это такая достопримечательность нашего садового общества да всем очень нравится она но для меня это головная боль потому что она растет вот еще раз повторюсь на соседнем участке и когда особенно ураганы мне очень страшно что она рухнет прямо на наш дом и мало нам не покажется потому что она огромная просто огромная при огромной до нее корни прорастает вот соседнего участка через дорогу и до моего участка представляете какая мощь ну вот вот покажу с этой стороны да если встать сейчас если мы заходим на мой участок и вот посмотреть налево то можете увидеть вот такую стеночку это первое что я посадила это была моя первая идея который покажут которая пришла мне чтобы отделить зону буду будущем сейчас там страшно что творится но будущем это будет стоянка и вот мне не хотелось чтобы было с участка видно машины я решила что должна быть вот такая стена видите какой сейчас как зелененькое привидение потому что просела сетка здесь ну такая временная опора сделано когда будем делать стоянку то уже конечно сделаем более основательно на сейчас вот пока но уже не проницаемая такая стена и конечно ничего не не будет видно вот на арочку зайдет вот домик вот хочу еще вам показать ампельной фуксию это тоже черенок этого года разве можно в это поверить посмотрите сколько бутонов какая красавица какая умница причем я же поливаю ее два раза в неделю мы приезжаем всего два раза но получается суббота воскресенье и вот среди недели если получается то я приезжаю или в среду или в четверг все остальное время она у меня без полива и вот так прекрасно выглядит ну что я еще вижу с крыльца своего дома вижу вот такую такой участочек такие клумбочки эту клумбу я вам показывала где я собираю растения с разной формы листьев сейчас здесь красавчик как они цветет конечно цвет просто потрясающие вот бальзамин чеки который мы с вами весной сажали я показывала как сажала их семенами вот маленькая мини хосточка тут у меня и опять таки есть вот такая фуксия сидит в земле у меня их очень много поэтому по всему участку они у меня раскиданы вот такой тут у меня помидорка растет здесь были везде помидоры осталось вот два кустика здесь я все убрала буквально субботу три дня назад мы уезжали было все нормально а сегодня приехали вот здесь были у меня все все помидор все помидорами засажено осталось тоже два все в одночасье как говорится почернели фитофтора их загубила я убрала все видите пролила хорошенько не просто водой а с фитоспорином вот вот все залила тут стою с этой стороны и посажу сегодня пройдусь плоскорезом фокина взрыхлю все и посажу сюда сидираты пускай не тут охаблагораживают почву ну вот это мой дизайнерский огород ну огородом назвать его очень тяжело хотя я собрала вот с этой грядочки вот где пустое место сейчас собрала замечательный урожай лука не крупный хороший лучок сейчас вот капустка осталось тут зеленюшка свекла ну и конечно не могу похвастаться своими статицами посмотрите какие красивые растения какие-то экзотические очень необычные растения первый раз я их посадила и в восторге буду теперь сажать их постоянно жду не дождусь когда они зацветут очень хороший урожай горошка сладкого у меня уже мы ели ели надоело теперь буду замораживать так же как уже вовсю замораживают остренький перчик сейчас еще красненьких не так много но уже мы собираем давно его и уже даже есть у меня в заморозке он ну и вот эта клумбочка покажу как сейчас выглядит я вам ее показывала вот единственное что конечно хосточка моя очень красивая весной видимо все таки здесь есть слишком много солнца она горит выглядит сейчас не ахти как а стильбом акониту и бальзаминчиком здесь нравится вот эта хосточка лучше себя чувствует вот ну и вот не получилось в этом году сделать дорожки все до сих пор мы ходим по досточкам но переделав знаменитое высказывание какая разница сколько лет вашим кедам если вы в них ходите по Парижу я скажу какая разница какие у меня дорожки если они в моем собственном саду я гуляю по ним по своему собственному саду поэтому если вам кажется что у вас нет денег чтобы но очень хочется чтобы была дача но нет таких средств чтобы сразу построить терем белокаменный сделать красивые дорожки фонтанчики красивые клумбы то вот посмотрите на нас два года назад мы взяли заброшенный участок да нет у нас средств чтобы сразу сделать дорожки и какие-то большие перемены в доме все делаем потихонечку но зато это уже наш участок наша дача и какая разница какие в нем дорожки вот заборчик еще раз повторюсь в этом году мы сделали здесь не было забора вот был такой покосившийся деревянный калитка не закрывающийся и конечно было очень неуютно может быть я и не делала этот вот эту зону потому что ну фактически ты был на проезжей части все кто шел или ехал могли видеть чем ты тут занимаешься ну а теперь вот мы отгородились можно уже тут спокойно творить смотрите как красиво смотрится барбарисик в любое время на фоне вот этой белой стены его вот эти веточки такие раскидистые очень очень красиво смотрятся ну вот вот такая моя входная зона вроде я вам все показала конечно я не довольна мне не нравится пока как она выглядит я буду здесь все переделывать скорее всего уберу оттуда огород вот здесь будет все переделываться формироваться вот это деревца здесь мы ничего не можем делать пока потому что стройка идет в доме все время сюда что-то выгружается какие-то стройматериалы даже посадить газон мы не можем потому что он затопчется вот пока можем любоваться с этой стороны только на стеночку ну а здесь все потихонечку все будет все сложится вот там домик построенный моим мужем вот рядом видите как разросся еще больше горец сахалинский вот такие дела вот такая входная зона так она выглядит вот еще раз покажу от калитки когда заходишь вот такая картина предстоит предстоит перед глазами вот так если вам понравилось если у вас какие-то есть идеи как обустроить мне мою входную зону пишите я буду очень-очень рада будем дружить ставьте лайки подписывайтесь на мой канал и конечно же мира ваши дома пока-пока